еще раз приветствую вас всех на своем докладе меня зовут юра шевцов и я полстэк ну и да я пишу код на жавоскрипте но и тогда мне появляются какие-то вопросы а как же там все устроить и собственно я с вами поделюсь тем что я нашел в чем разобрался и мы заглянем под капот в 8 и в основном в 8 самая большая часть всего этого механизма и и начнем мы даже не с 8 а с кое-чего попроще чтобы так сказать посмотреть с чего все начиналось и к чему все пришло сейчас и начнем мы с программы на си да я считаю что это попроще значит проследили за выполнением программа состоит из двух функций у каждой функции свои локальные перемены одна функция вызывает другую и всего одна управляющая структура это стек вызова то есть когда процесса или управляющая программа вызывают функции 1 то на стек записываются аргумент этой функции ну в данном случае эта функция ничего не понимает но они могут быть вот адрес возврата то есть куда передать управление дальше после того где эта функция завершится и дальше эта функция размещает на этом стеке свои локальные перемены то есть это два числа и еще указатель на какую-то область памяти вот он тоже занимает одну ячейку стекла вот это вот малок файл это выделение динамической памяти но просто вы понимали что есть статическая память и есть динамическая и дальше функция 1 вызывает функцию 2 и данные второй функции точно так записываются на стек это опять же аргумент который мы передали то есть мы передали туда фу и бас и адрес возврата это мы вернемся по кладом склада сюда вот и эта функция у него тоже есть такой большой локальный кусок данных это массив символ или строка и он уже весь размещается на стеке то есть даже если вы захотите делать массив на миллион элементов он все равно будет лежать на стеке и эта штука называется стек фрейм очень важная основополагающая штука V8 она тоже есть но там все чуть сложнее стек фрейм хранит аргументы локальные переменные и адрес возврата то есть программист сам контролирует типа данных то есть мы знаем что в стеке что-то лежит но об этом знает то есть сама программа не знает какой тип данных об этом знает программист и уже в зависимости от этого идет выполнение кода и аргументы тоже передаются так так что в 8 все немножко сложнее и вообще сложно началось в 8 тоже есть стек фрейм стек вызовов но даже кроме этого даже этих стек фреймов там несколько видов и аргументы и локальные переменные они не хранятся вот так вот просто на стрим а в 8 все хранится в куче куча это такая штука из которой выделяется память и все хранится в куче все объекты все числа все строки и даже код тоже выделяется под код тоже выделяется память на стеке и там под капота все это унаследовано от одного класса хип-объект вот то есть все представляется как объект кроме небольшого диапазона целых чисел то есть это может быть двести семьдесят минус десять и все такое то есть несмотря на то что в стандарте жабоскрипта он утверждает что все числа вы должны хранится как чисто с получей запятой в 8 пытается не пытается он оптимизирует этот момент и для таких случаев когда у вас есть допустим и траток цикла или вы обращаетесь к кому-то элементу массиве вот вот эти вот в случае применяются вот эти вот небольшой диапазон целых чисел который тоже хранится в куче и тут возникает вопрос а как в 8 его сборщик мусора понимает что перед ним сейчас находится как отличить число от какого-то объекта есть несколько путей решения этого вопроса и 8 применяет самый простой пожалуй это называется то есть вы можете если у вас трясти двухразрядная машина вы можете адресовать память у вас для адресации памяти есть всего 31 бит это где-то гигабайт что-то вроде это вот а последний бит отводится на метку и которая ну прочитав которую вы очень понимаете перед ним если это 0 то это простое число если это единство то это указатель если у вас 64 разрядная машина то там отводится 64 и там уже память точно может рисовать столько что вам хватит до конца жизни ну а теперь поговорим о том как 8 хранит объект то есть в принципе любой объект джаваскрипта это пара ключ значений и 8 мог бы так и хранить ваши объекты но это не оптимально потому что операции вставки поиска они на самом деле затраты и в 8 он очень старается оптимизировать ваше представление так что все это работало быстро но если вы будете вести себя плохо то все равно будет хеш таблицы и работать будет не так быстро как вам хотелось ну и рассмотрим подробнее оптимизированный вид то есть вот у нас есть джесс-обжект у него есть некое свойство map некое свойство exo properties некое свойство elements и еще пару свойств лежит прямо вот там где вы их положили сейчас я вам расскажу значит изначально в 8 выделяет для вашего объекта память достаточную для 32 свойств потом по мере того как ваш код выполняется в 8 замечаешь допустим если вы начали конструктор и вы там используете всего свойств 10 то все последующие объекты которые выставляет конструктор они будут иметь память строго для 10 элементов если же вы потом в коде где-то вот такому объекту присвоите 11 свойство оно запишется в отдельном месте памяти и пойдет в то место которое называется extra properties и elements то есть это про массив значит стандарт утверждает что все ключи свойств это все равно строки то есть если вы напишете там фу или единицы или даже полтора это все равно по идее должно быть приведено потом строки но 8 и тут пытается оптимизировать и все ключи которые могут являться индексами массива они попадают в если вы будете хорошо себя вести а именно допустим вы будете записывать элементы ваш массив подряд не делать какие-то большие дырки то есть записал первый элемент а потом сотый то в 8 будет хранить это как обычный массив то есть это будет идти прямо друг за другом память а если вы будете себя очень хорошо вести и допустим хранить в вашем массиве только числа то он еще будет хранить их в распакованном виде распакованный вид это то есть это не какой-то объект а именно вот число как в памяти лежит то есть одна ячейка памяти и еще одно свойство это map или еще оно известно как hidden class это та штука которая лежит в основе v8 то что делают его быстро то чем создатели 8 гордятся то есть map он хранит субкур объекта то есть у вас свойства и где его найти эти мэпы создаются каждый раз как то есть каждый объект имеет свой мэп вот и новый мэп создаются каждый раз когда вы меняете что-то в этом объекте и потом этот объект у него мэп заменяется и одинаковые объекты с одинаковыми свойствами они будут иметь одинаковый мэп причем важен также порядок присвоения то есть если вы вначале пишите допустим в конструкторе this x равно x а потом this y равно y то это будет одна мапа а если вы вначале пишите this y равно y а потом this x равно x то это будет уже совсем другая мапа и это кстати путает v8 в общем это он плохо оптимизирует ну и эти мэпы они нужны опять же для того чтобы быстро находить свойства то есть вам не нужно искать по хэштаблице вы сразу можете посмотреть там и узнать где находятся ваши свойства и кроме того вот эти вот мэпы они позволяют вести еще одну такую технику оптимизации называется inline caching то есть это такой короткий путь к свойствам то есть по мере того как v8 исполняет код он пока еще не оптимизированный он смотрит он следит за тем допустим какие объекты передаются функцию которую вы вызываете и если v8 обнаружит что вы всегда передаете объекты с одной и той же структурой то есть не обязательно одна и та же ссылка именно важна структура то он впоследствии оптимизирует этот момент и вместо поиска он поставит тот адрес который тот офсет который хранится в мэпе это очень удобно и быстро и вернемся к хипу и поговорим о его структуре это не просто большая куча это несколько отдельных кучек не то чтобы поменьше но вот они есть этих областей или space их на самом деле много есть new space есть all space есть еще места где хранится код и там страницы памяти которые которые можно исполнять есть еще где хранятся там есть место где хранятся объекты которые хранят простые данные то есть там допустим только строки или только числа есть область которая хранит объекты которые связаны с другими объектами и есть еще отдельная область для огромных объектов которые никуда не поместились и по них там выделяются целые страницы памяти но для нас важно рассмотреть только первые два это new space и all space для чего вообще нужно такое разделение то есть статистически известно что большинство объектов они умирают рано и нет смысла хранить их в каком-то одном большом месте потому что иначе сборка мусора будет занимать очень долго поэтому новые объекты они складируются в new space а если они пережили в данном случае это две сборки мусора в 8 сделаны именно так они уже переносятся в old space и там уже работает другой алгоритм сборки мусора и собственно об этих алгоритмах значит их в 8 два с половиной сейчас я объясню что имею значит для new space используется алгоритм scavenge по сути вот этот new space он разделен еще напополам и когда заполняется половина те объекты которые доступны из глобального из глобального объекта переносятся сразу а остальные уже там поиском тоже переносятся уже дальше и у вас тогда всегда половина этого места свободно и это уменьшает фрагментацию памяти алгоритм который принимается в old space он называется mark and sweep в чем его смысл у каждого объекта у каждой ссылки на объект или что-то в этом роде отводится два бита под его маркировку если то есть четыре состояния но используются из них три значит объекты могут быть белыми серыми и черными белый называется объект до которого не добрался сборщик мусора не добрался он потому что на него нет ссылок от глобального объекта и такой объект последствий можно удалить серые и черные объекты они же пригодны к жизни серый это объект который просканирован сам но еще не добрались до его соседей а черный объект это объект у которого просканировано все дерево до самого конца и он точно нужен то есть по сути алгоритм марк это поиск по дереву в глубину после того как сборщик мусора промаркировал все объекты надо это как-то убрать и есть такая штука как компакт в чем прикол ваши объекты они раскиданы по этой куче они могут занимать разные участки памяти и когда вы их удаляете после них остаются дырки вот что делает компакт он это все сжимает и у вас снова все хранится плотненько и рядом и есть много свободного места для других объектов как дефрагментация памяти вот алгоритм SWEEP он работает быстрее чем компакт он старается он удаляет только объекты мертвые объекты которые находятся подряд то есть если там есть достаточно большой кусок мертвых объектов то он их удаляет вот то есть алгоритм scavenge запускается достаточно часто в new space алгоритм Mark SWEEP запускается реже и занимает он кстати дольше а когда уже фрагментация памяти сильно большая запускается алгоритм марки компакт чтобы не фрагментировать память ну и на этом с автомобильными метафорами покончим поговорим об асинхронности тоже важный момент V8 ну не V8 а даже вообще JavaScript и так вот такой простой кусок кода set timeout который выводит консоль блок 2 кто знает наверняка и почему в каком порядке и что вы видите вы молодцы а для остальных я расскажу что и как но начнем мы со стандартов вы наверное все слышали ECMAScript ECMAScript а еще и JavaScript и думаете что это вообще такое почему JavaScript называют ECMAScript так вот ECMAScript это не весь JavaScript это только часть стандарта и если бы все было сделано только по этому стандарту то JavaScript был бы неполноценным есть еще второй стандарт whatwg который декларирует дополнение к JavaScript а именно web API то есть объект window document и такие прочие штуки которые у вас есть в браузере но кроме того он еще и описывает правильный event loop потому что да в стандарте ECMAScript упомянуты promise и там даже есть операция nqjump то есть запланировать какую-то работу но когда вы открываете стандарт whatwg там написано да в стандарте ECMAScript это есть но если бы сделали так как там то у вас бы ничего не работало поэтому у нас тут все немного по-другому вот и как же именно это реализовано то значит оказывается есть два вида асинхронных задач есть таски и микро-таски как вы видите наш setTimeout относится к таскам а наш promise относится к микро-таскам ну еще тут есть из ноды процесс таски может пользоваться request animation frame рендеринг это кстати тоже таска то есть отрисовка дом-дерево который делает браузер это тоже таска она планируется в event loop в группе javascript так вот как работает event loop вначале он запускает одну таску когда эта таска выполнилась он переходит к выполнению микро-таска и он старается выполнить как можно больше и даже если эта микро-таска запланировала еще одну микро-таску то они тоже выполняются за один присест вот и собственно правильный ответ но тут что-то не так правда потому что я вам сказал что setTimeout это таска а promise это микро-таска а тут мы почему-то видим что вначале вывозят console lock из promise а потом единицы setTimeout так вот секрет в том что прогон скрипта это тоже таска поэтому вначале выполнится прогон скрипта потом promise а потом уже setTimeout как отдельная таска вот на этом мы закончим еще стал громче на этом мы закончим ковыряться внутри V8 и посмотрим на V8 снаружи а, хотя нет, я прошу прощения еще один важный момент V8 это не просто такая штука а то есть он не просто берет в javascript код и запускает его а в нем аж несколько вещей которые этим занимаются и раньше еще совсем недавно V8 было два компилятора да да javascript это интерпретируемый язык но нет, он на самом деле компилируется значит два компилятора один это и он генерирует неоптимизированный машинный код то есть он прямо перегоняет его из абстрактного синтаксического дерева да, этот код неоптимизированный там много проверок на типы но задача этого компилятора выдать как можно скорее рабочий код то есть вы загружаете страницу в браузере и она уже как бы начинает отрабатывать потом по мере того как ваш код выполняется V8 собирает о нем какую-то некую информацию вот тоже инлайн кеширование о котором мы говорили и вступает в работу другой капиллятор FrankShaft он оптимизирует горячие функции что такое горячие функции это не только та функция которая вызывается часто хотя в основном это они но еще это может быть просто функция которую можно оптимизировать в общем V8 старается по максимуму как можно быстрее исполнить ваш код и все это было хорошо все были довольны до совсем недавнего времени буквально в мае в этом году они поменяли pipeline ну то есть как куда код передается и они нафиг выкинули контген и краншафт они ввели новые штуки это Ignition и TurboFar и теперь у нас не два капиллятора а интерпретаторы капиллятора вот как то так и Ignition он генерирует байт код ребята из V8 написали еще один машинный язык специально для этого интерпретатора и он как бы тоже генерирует то есть эти два эти две программы они выполняют примерно ту же функцию что выполняли full code полген и краншафт но как-то по-другому в данном случае TurboFar он генерирует какой-то граф это реально майндфак я не разобрался в этом до конца но это тоже дизайн элемент V8 современный и называется подход SEO of nodes попробуйте сами в этом разобраться погуглите я получил с трудом вот окей теперь мы заканчиваем смотреть на V8 изнутри и посмотрим на V8 снаружи а именно я вам скажу что V8 это библиотека да, обычная библиотека можете ее подключить если вдруг захотите написать программу на C или на плюсах и она позволяет ну то есть вот есть там всякие допустим игры и можно это знать можно там зайти в консоль и написать какие-то скрипты в играх используется но например никто не мешает вам подключить JavaScript в качестве такого движка то есть если вам очень хочется вы можете строить интернет JavaScript куда угодно и он может быть даже какие-то совсем минорные вещи и все равно будет работать и V8 соответственно есть и V8 собственно может запускать ваш скрипт тут я взял кусок кода на C порезал его на я надеюсь понятные кусочки собственно в первой строке мы создаем instance V8 он называется isolate дальше мы создаем контекст потом мы берем наш исходник в данном случае это строка hello world а там может быть что угодно главное что вы скармите V8 строку в итоге потом этот скрипт мы компилируем и запускаем вот собственно что это тут за всякие непонятные классы объекты тут упомянут сейчас разберемся значит как я уже сказал isolate это именно вот instance виртуальной машины V8 в рамках осталось то есть виртуальной машины V8 дальше идет контекст контекст он хранит копию глобальных объектов и там всякие билты то есть array то есть это сделано для того чтобы ваши скрипты которые вы запускаете они там не могли подгаять друг другу изменив вот эти вот глобальные вещи и еще одна важная штука это local чего-нибудь там это handle к вашему объекту JavaScript объекту в куче то есть как вы уже поняли объекты JavaScript они постоянно перемещаются по куче из-за сборки мусора и всех этих прочих алгоритмов и чтобы вы его не потеряли в вашем коде на плюсах вот есть такая удобная штука дальше V8 позволяет также оборачивать ваши функции позволяет писать объект позволяет писать код на плюсах который потом можно будет вызвать из JavaScript вот и есть вот два шаблона шаблон для функций и шаблон для объектов тут с раблоном для функций все очень просто если вы хотите чего-то добавить в JavaScript вот допустим у нас есть global объект мы вставляем ему свойство log и передаем ему function template который имеет ссылку на нашу функцию все ваша функция может вызываться и можно даже встретить какие-то значения принимать аргументы все в таком духе чуть сложнее идет про объекты то есть вы можете объявить какой-то объект объявить свойства и когда JavaScript будет обращаться к этим свойствам будут вызываться либо интерсепторы либо аксессоры разница между ними в том что интерсепторы вешаются на какое-то конкретное свойство а аксессоры они вызываются когда вы просто обращаетесь к любому свойству в вашем JavaScript объекте то есть например если у вас есть какой-то хитрый массив то вы можете в нем сделать виртуальные свойства допустим по сотому давай что-то одно по единству что-то другое хотя в реальности это просто будет вызываться функции на c++ то есть примерно так это выглядит вы объявляете template объекта выставляете setAccessors передаете getter и setter и вот собственно один принимает значение а другой выставляет вот так это работает окей теперь у нас есть V8 который позволяет нам оборачивать наши функции на плюсах в нечто понятное JavaScript но нам чего-то не хватает чтобы ноду создать все-таки ноду хотим создать нам не хватает системного API и тут на помощь нам приходит lib.uv причем все начиналось как lib.uv это была реализация под Unix но потом ребята поняли что везде капец все не наступает и написали кроссплатформенную штуку называется lib.uv lib.uv это event loop тот самый который вы так много слышали и весь event loop на экране это простой цикл вот тут проверяются обновляется время запускаются какие-то таймеры опрашивается вот вывод вот это вот то что делает ноду такой классной то что делает ее асинхронной и неблокирующей причем но есть одна есть один момент lib.uv используют потоки да я сказал что она асинхронная но нет проблема в том что операционных систем много API у них разная и не у всех операционных систем есть аналог допустим асинхронного API для работы с файловой системой поэтому на самом деле вот для той же файловой системы lib.uv используют потоки которые потом синхронизируются но вам все равно кажется что это все асинхронно вот и нод джесс нод джесс который все это свяжет вместе то есть даже если вы возьмете v8 или pv нельзя просто так и склеить и получить что-то одно вам все еще нужна какая-то прослойка и собственно чем занимается v8 v8 он инициализирует ой с чем занимается нод джесс прошу прощения он инициализирует v8 в частности он передает тот самый event loop который он берет у lib.uv и вставляет его в 8 да v8 настолько классный что он позволяет даже строить свой event tool вот то есть v8 есть своя какая-то реализация но даже браузер хром устраивает все равно какой-то свой а также нод джесс оборачивает API lib.uv с помощью этих function object template чтобы их можно вызвать из JavaScript и еще одна важная вещь которую делает Node.js это загрузчик модулей то есть чтобы не грузить память все все модули сразу в 8 собственно его и написали там свои хитрости там каждый файл имеет там заголовок в котором описывается что это за модуль и все это такое один интересный момент на который я хочу обратить внимание это то как оборачиваются в принципе ваши модули ваши модули это просто функция если вы задумывались это просто а потом еще приклеиваются куски функций вот так оно интересно работает ну на этом все я не знаю если у меня время хотелось окей в принципе все спасибо я думаю мы можем перейти к вопросам кто будет первый о есть вопросы привет спасибо за доклад у меня вот такой вопрос там был слайд где там объекты они имеют hidden class map вот и если объекты они идентичны то они ссылаются на один и тот же класс map вот то есть object assign обеспечит данное поведение правильно ли я понимаю и если да то второй вопрос а в какой момент времени произойдет тут же или как-то там позже по расписанию это произойдет сразу у меня был слайд я его пропустил сейчас одну секунду вот это как создаются map то есть когда вы заходите в функцию допустим фу она создает hidden class 0 который не имеет ничего и потом по мере присваивания у вас создается все новые и новые 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 map и каждое предыдущее ссылается на последующую вот и вот спасибо и потом прошу прощения и потом когда вызывается второй конструктор она уже не проходит весь этот путь созданием а она берет сразу c2 в котором есть свойства bar и бас все а еще вопросы а если свойства удаляются если свойства удаляются создается вот допустим если мы из c3 удалим свойства бас то создается c4 в котором будет написано переход в c3 будет добавлен переход на c4 а в c4 будет bar то есть каждое изменение объекта а порождаем а у кого еще есть вопросы я понимаю тема сложная о вопросы появляются спасибо за доклад а как происходит переключение объекта на хешмап то есть мы начинаем использовать объект как хешмап я знаю G8 он в итоге делает подмену на хешмап ну то есть это опять же если как я говорил вы себя будете плохо вести то есть если вы в разных местах кода одному и тому же объекту фигачите свойства где-то строку где-то это вы положили туда что-то по по индексу массива то тогда гвозь вам скажет ну нафиг и будет хранить так как может наиболее простой и тогда доступ будет занимать долго времени и вставка тоже не очень быстро поэтому старайтесь писать хороший совет а пути обратно нет то есть если ты уже ушел из хешмапа в объект возможно ли вернуть его обратно допустим у тебя был массив который ты положил в двадцатый элемент но по сути ты все равно хочешь чтобы он был массивом то есть я ну как бы в этот процесс не контролируете поэтому я думаю нет то есть создаете новую копию выписываете все что вам нужно то есть если в коде будет какое-то удаление какого-то из элементов то надо будет создавать новый массив нет если вы удалите какой-то один элемент то это еще прощается вот то есть дырки в массивах поддерживается но если у вас допустим есть какой-то массив в котором есть первый элемент и сотый между ними куча то в 8 не будет потому что в этом не смысл какие пределы 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 значения от единиц до 100 сколько надо значений сделать чтобы мы ушли от паузы не знаю хороший вопрос есть есть какие-то настройки для переключения вейта в тот или иной режим какой режимы для работы с разные режимы работы с хипом мы сейчас говорили про разные стратегии гарбереж коллектора они разные но не применяются все прошу прощения я перейду наружу скажем так ключи API какой-то который позволяет переключать ну смотрите в 8 есть куча разных флагов возможно среди них есть что-то по управлению гарбереж коллектором но на самом деле на алгоритмы вы повлиять не можете эти алгоритмы они работают в каждой своей области и нельзя отключить эти иначе вам просто не будет работать но в 8 если там есть такой интересный флажок и он позволяет вам запускать некоторые внутренние функции в 8 прямо в коде JavaScript вот и там вот одна из этих функций позволяет стриггерить работу гарбереж коллектора или допустим построить какие-то статы по оптимизации вот я имел в виду скорее более агрессивное поведение гарбереж коллектора или нет в 8 не дает вмешиваться в этот процесс вообще никак спасибо ну только открывайте исходники переписывайте компилируйте используйте на собственность хорошо есть еще время для одного вопроса спасибо за доклад было вообще потрясающе очень интересно я вернусь обратно к объектам в процессе образования проекта проект объекта через литерал и через нью есть какая-то разница вот создание хитмэпов расположение свойств хранения свойств нет разницы нет единственное что вот с конструктором 8 немного проще будет потом это все оптимизировать то есть как бы 8 видишь это конструктор видишь определенное количество свойств и потом будет проще подрезать например парень под это вот но если вы просто офигачите объекты через литерал то в этом нет ничего страшного потому что они обычно у вас маленькие я в этом уверен и они хранятся в нью-спейс а потом они быстро удаляются спасибо спасибо за доклад спасибо 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 спасибо